Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Rock Encyclopedia от A.D.Z. И сегодня мы узнаем о группе Cutters Unstoppable Sex Machine. В равной степени почитаемые и презираемые у себя на родине Cutters Unstoppable Sex Machine ориентировались на танцевалку. Однако, в отличие от тяготевших к диско 5 Shop Boys, больше равнялись на клубный андеграунд, отрабатывая стиль, в котором сочетались сэмплы и рок-н-ролльные гитары, игра слов и панковская ментальность. Проект основали в 1987 году вокалист Джим Боб и гитарист Фрутбот, после того, как оба ушли из своей предшествующей группы Джейми Вэнсдэй. В конце 1988-го дуэт выпустил первый сингл, A Shouted Life, однако на команду стали обращать внимание после второго миньона, Шериф Фэтмен. Немного погодя, подоспел и дебютный лонг-плей, One Hundred and One Damnations, который привел Carted the Unstoppable Sex Machine на 29-ю строчку британских чартов. Напичканный драм-машинами, сэмплами и гитарами, альбом поражал слушателя не только танцевально-панковской энергетикой, но и обилием каламбуров. Так уже своей обложкой One Hundred and One Damnations вызывал ассоциации со 101 далматинцем, да и в самих песнях жонглирование словами играло немалую роль. Между тем, концерты Carted the Unstoppable Sex Machine тоже имели свои особенности. На сцене устанавливалось множество накаляющих атмосферу прожекторов, а публика непременно занималась стейдж-дайвингом. Кстати, постоянные гастроли вкупе с переездом на RAV Trade помогли второму альбому обогнать дебютник и, собрав золотые продажи, втиснуться в горячую десятку. Формула создания «Соди Самсон» осталась прежней, но и в музыке, и в текстах чувствовалась большая утонченность. В начале 90-х дуэт впервые появился в передаче «Top of the Pops», где представил сингл «After the Watershed». Однако эта песня вызвала серьезные бодания с представителями Rolling Stones из-за использования в припеве текста «Goodbye, Ruby Tuesday». Хотя из-за судебных разбирательств композиция не попала в трек-лист третьего альбома, даже без нее 1992 The Love Album, вышедший под новым контрактом от Chrysalis Records, взлетел на самую вершину британских чартов и породил ряд хитов, таких как «The Only Living Boy» и «New Cross», «Dory Me So Fassel Good» и «The Impossible Dream». В том же 1992-м «Cartage Unstoppable Sex Machine» хедлайнили на фестивале в Гластонбере, после чего дела группы потихоньку пошли на спад. На следующий год команда решила отойти от привычного стиля и записала более агрессивную и мрачную программу «Post Historic Monsters». И хотя в таблицах популярности диск занял пятую строчку, уровень его продаж уже не дотянул до золота. В 1994-м Фрутбот позвал на ударные своего друга Веза и усиленный состав провел крупное турне по городам Европы, Америки и Японии, причем концерт в Хорватии был записан на видео. Очередной альбом ознаменовался уклоном в поп-панк, однако некоторые вещи, и в том числе титульный трек «Worry Bomb» звучали относительно экспериментально. Сотрудничество с Chrysalis Records на этом завершилось, и в 1996-м «Cartage Unstoppable Sex Machine» пристроились на Кукин Вайню. Параллельно произошло и серьезное увеличение состава, и ряды группы пополнили салф, бас, стив, гитара и бен ламберт – клавишные. Дебютировав с миньоном A World Without Dave, Sexted закатился в самое длительное британское турне, после чего нанес визит в Северную Америку. Когда же стартовали сессии шестого альбома, коллектив начал разваливаться, и на изданном уже после распуска группы «I Blame the Government» ряд вещей присутствовал в демо-варианте. Фрутбот впоследствии создал панк-группу Абду Джапаров, а Джим Боб занялся выпуском сольников. Однако по прошествии 10 лет стали случаться кратковременные концертные реюнионы «Cartage Unstoppable Sex Machine». Кстати, настоящие имена создателей проекта – Джеймс Моррисон, он же Джим Боб, и Лесли Картер, он же Фрутбот. Продолжение следует...